Каждую среду в студии телеканала Самара ГИС мы говорим об актуальных задачах и перспективах развития Самары с руководителями городских департаментов, служб и муниципальных предприятий. Вы смотрите программу «Самарская среда». Меня зовут Ян Налимов. Здравствуйте. Муниципальный театр «Задумка» стал победителем конкурса президентского фонда культурных инициатив с проектом «Князь Владимир. Самарская страница». Где увидят новую постановку Самарского театра? Какие новые проекты планирует муниципальный театр? В нашей студии директор муниципального детского музыкального театра «Задумка» Светлана Явич и художественный руководитель детского музыкального театра «Задумка», заслуженный работник культуры России Елена Колотовкина, Светлана Викторовна, Елена Геннадьевна. Добрый вечер. Я искренне рад вас видеть. Здравствуйте. Ну и, во-первых, хочу поздравить вас с премьерой, с очень большим событием, которое произошло в понедельник. Ну, просто потрясающе на самом деле. Здорово, что это получилось. Спасибо. И с чего бы хотелось начать? Вот муниципальный театр «Задумка» стал победителем конкурса президентского фонда культурных инициатив с проектом «Князь Владимир. Самарская страница». Вот тот спектакль, который, собственно говоря, и состоялся благополучно. Как появилась идея проекта? Кто был инициатором? Давайте вот начнем с этого. Ну, если начинать с самого начала, наверное, надо сказать о том, что в 2015 году мы познакомились с фондом «Ильза Лиепа». В Москве нас пригласили на конкурс. Мы победили в этом конкурсе. Получили звание лучшего коллектива России. Даже так? Здорово. Да, вот по версии фонда «Ильза Лиепа». Этот фонд направлен на развитие хореографического искусства среди детей и юношества. И я сразу вот хочу уточнить, это та самая знаменитая фамилия «Ильза Лиепа», которая, в общем-то, на слуху у тех людей, кто интересуется. Это народная артистка России, прославленная балерина. Это дочка великого хореографа-танцора Мариса Лиепа, которую мы, в общем-то, все знаем. Для нас, конечно, это знакомство было определяющим. Во-первых, это, ну, сами понимаете, очень важно для каждого человека, связанного с хореографией, познакомиться с такой личностью. Потом она действительно личность во всех отношениях. И самое главное, что они сделали после вот этого конкурса, они собрали лучшие коллективы России и общими силами сделали первый спектакль, который назывался «Зимняя сказка». Но он был таким дивертисментным. То есть каждый коллектив выучил свой танец, поставили разные балетмейстеры. И мы приехали в Москву. И в Большом театре у нас была премьера. И в Большом театре мы танцевали вот этот спектакль «Зимняя сказка». Конечно, для наших детей выйти на сцену Большого театра – это было, вы понимаете, какое событие. Это вот они потом упали там на сцену, буквально целовали эту сцену и плакали, потому что это было очень большое такое вот для нас событие. Взрослые-то не каждый, на самом деле, сможет. Это очень серьезно. На следующий год, в 2018 году, Ильза Марисона с группой творческих, так сказать, очень выдающихся людей решили сделать спектакль. Именно спектакль на трех лучших, как они сказали, коллективов-победителей вот разных лет. Был коллектив из Керчи, из Екатеринбурга и «Наша задумка». Вот на этих трех коллективах был поставлен спектакль «Князь Владимир». Ставили его профессионалы высокого класса. Вот, и режиссер, и балетмейстер, и художник по костюмам. Ну, только что костюмы шились в мастерских Большого театра, я думаю, это уже говорит о чем-то. Декорации, костюмы исполнялись там. Потрясающе. Вот. Был поставлен этот спектакль. Мы его возили. Первая премьера была в Большом театре. Потом мы ездили в 8 городов России с этим спектаклем. Мы были даже во Владивостоке. С этим спектаклем последний был премьер. Но дети имеют такую способность вырастать. Они выросли, выпустились, все. А там заняты взрослые ребята. Те, которые могут уже проникнуться вот этим духом. Вот, скажите, вот... Ну, которые могут из года в год, что называется. Которые могут станцевать. И технически, и морально, и физически. Потому что там поддержки. Это сложно, это нужно взрослых парней. Ну, вот из трех коллективов, которые участвовали в этом конкурсе, Ельза Мальсовна предложила именно нашему коллективу задумки восстановить этот спектакль на базе одного коллектива. Очень надеюсь, что мы это сделать сможем. Конечно, это было очень ответственно и очень сложно. И мы долго думали, решали. Но вот тут, Светлана Викторовна, продолжит, наверное, как у нас получилось, что мы вместе с фондом... Общественной организацией Кубернии. Как получилось, расскажите. Когда Елена Геннадьевна говорила по поводу того, что мы возили этот спектакль в восемь городов, один из городов, куда приезжал этот спектакль, была как раз Самара. И в 2019 году, в марте месяце, мы показывали на сцене театр оперы-балета вот как раз с тремя коллективами. И с московскими артистами, в том числе и... Ну, естественно, была Лиепа, был Андрейкин, Роман, балетная партия князя Владимира. Был еще также народный артист России Николай Бурляев. Был еще заслуженный артист России Мерзликин Андрей. То есть вот таким вот звездным составом в 2019 году, в марте месяце, мы показали спектакль в театре оперы-балета. Также были три коллектива, наш Керчь и Екатеринбург. Этот спектакль увидели, ну, естественно, немногие любители танцевального искусства. Но в том числе посчастливилось увидеть этот спектакль нашим большим друзьям общественной организации «Губерния», который возглавляет председатель совета Екатерина Макарова. И она после этого спектакля, естественно, с какими-то такими восторженными отзывами обратилась к нам, говорит, давайте еще покажем. Это же такая же прекрасная идея, такой прекрасный спектакль, такая интересная сама идея. Ну, мы понимали, что это все связано с очень большими затратами. Ну, конечно, 9 городов, например, объехали. Вы вот сразу сказали, я просто представлю, насколько это сложно. Да, это же постановка, это приезд артистов, это перевоз декораций, это аренда зала, это все складывается в финансы. Это очень приличная сумма. А тут вот как раз фонд президентских инициатив. Муниципальный театр, но, тем не менее, все равно это очень тяжело. Нет, это затраты, да. И вот в прошлом году, когда объявили первый конкурс вот этого фонда как раз культурных инициатив президентского, Екатерина Макарова увидела, что есть такая возможность получить деньги под реализацию какого-то проекта. Тем более такого классного. Да, и она позвонила нам, сказала, вот давайте поучаствуем, ведь это же так здорово, еще раз привезем. И это называется совпало, потому что практически... Звезды сошлись. Практически в это время нам позвонила как раз Ильза Марисовна с тем, что давайте-ка вот перенесем на сцену Самары и на задумку весь этот спектакль. Вот. И мы сделали заявку, то есть фонд губерния сделал заявку в этот фонд, конкурс. Мы вместе, естественно, с... Поддержки Министерства культуры, Министерства образования нам очень помогли. Мы получили, да, письма поддержки. Пархи. От епархии, от Самарской получили от... Это важно. Да. От многих. От пединститута, вот от... Он сейчас называется социально-педагогический университет. Получили от них тоже письма поддержки. Ну, то есть практически все люди, к которым мы вот обращались, мы и общественная организация губерния, кому мы не обращались по поводу, давайте поможем, вот, чтобы этот проект состоялся. Очень же хороший проект. В общем, на самом деле, ни у кого не было никаких сомнений, что это на самом деле нужно... Нужно это сделать, да. И знаешь, что хотел сказать? Что самое главное, что мы сразу заложили вот вместе с губернией в этот проект, что зрители будут приходить в театр бесплатно. О! Это очень важно. Это крайне важно. Одно дело, мы просто восстановили спектакль. Пойдут, не пойдут, кто придет, сколько билетов продадим, понимаете? В наше время это сложно рассчитать. Но мы сразу заложили туда, что билеты будут распространяться по заявкам от организаций бесплатно, чтобы дети смогли, любые, прийти в театр, прийти в театр. Это для них уже важно. Увидеть там этот спектакль, вынести что-то, понимаете, для себя вот с этого спектакля. Имели возможность все дети. У нас и школы заявки, и социальная... Но мы об этом поговорим чуть позже. А вот сейчас вот давайте... Потому что кто сможет прийти, я отдельный прям вопрос приготовил. Хорошо. Сейчас поговорим о развитии вот этого проекта. Итак, вы подаете заявку дальше? Мы подаем заявку и начинаем ждать. То есть 30 сентября 2021 года были объявлены победители вот этого грантового конкурса. и мы узнали о том, что этот проект состоится, что нас поддержали, и что деньги нам выделяют. Вот. Что значит выделение денег? Это означает большая, как бы, организационная работа дальше. То есть, во-первых, нужно перевести весь спектакль и чисто технически перевести его. Все декорации, все костюмы, которых, наверное, больше 200 штук. Да, Елена Геннадьевна? Не знаю, много. Ну, очень много костюмов. То есть, перевести все костюмы, все декорации, реквизита очень много. То есть, все это нужно было машины, все это пересчитать, все это нужно было принять. Это все несложно, на самом деле. Сложнее было переставить на детей. Да. Следующий этап? Следующий этап репетиции. У нас тут этот проект не просто предполагался как, ну, вот просто перенести этот спектакль и показать его здесь, в Самаре. Нет. У нас этот проект замышлялся именно как наставнический и как образовательный проект. А, вот так вот. Да. Вот. И по поводу настанчества, вот у Елены Геннадьевны есть что сказать? Ну, да, потому что, во-первых, мы пригласили ребят, которые танцевали, это из Керчи, они приезжали на наших детей, переводили, и из Екатеринбурга, потому что перевести хореографию очень сложно. К сожалению, хореограф, который ставила Елена Богданович, она не смогла сама приехать по состоянию здоровья, поэтому приезжали вот ребята, переводили на наших. Мы, как бы, ну, схему выучили. После Нового года, уже когда дети вышли с каникул, мы вплотную приступили к репетиционной работе. Мы все это с ребятами учили, отрабатывали, снимали, посылали видеозапись Елене Викентьевне, Богданович, балетминистру, постановщику. Она все это смотрела, вносила свои поправки, коррективы, замечания. Мы все это опять репетировали, опять исправляли, опять посылали, и таким образом мы вот, значит, работали и старались все это сделать. Точно так же работал режиссер-постановщик Владимир Иванов с нашими актерами и с режиссером нашим. Также они вот совместный такой вот видео был обмен. Ну и... И в итоге спектакль состоялся. И в итоге, да, когда... И Елена Марисовна еще тоже была у нас. Да, и Елена Марисовна консультировала. И в итоге, когда 13-го утром они приехали, мы собрались на сцене театра оперы и балета, у нас была совместная репетиция, потому что Рома Андрейкин, который танцует главную роль танцевальную князя Владимира, он занят практически во всех сценах, он взаимодействует с ребятами. Мы вот это вот все прошли, вот эту вот работу общую, когда они вместе работают. Ну и 14-го вышли уже и показали то, что смогли. Я предлагаю сейчас сделать паузу. Давайте посмотрим сюжет. Он как раз посвящен премьере, а затем продолжим нашу беседу. Сюжет будет как раз вовремя. Драма, современная хореография, классическая музыка и академическая живопись на сцене Самарского театра оперы и балета премьера спектакля «Князь Владимир. Самарская страница». В 2018 году постановка шла на сцене Большого театра в Москве, и тогда в ней задействовали коллективы из трех городов – Самары, Екатеринбурга и Керчи. Но в этом году спектакль обрел новую жизнь. Наряду с именитыми звездами балета народной артисткой Инзе Лиепа и лауреатом премии «Золотая маска» Романом Андрейкиным танцуют воспитанники Самарского детского музыкального театра «Задумка». Найти такой коллектив, который бы смог справиться со всем объемом спектакля, потому что вы видите, какой он сложный и актерский, и пластический, и эмоционально. Надо было поискать. И мы сочли, что «Задумка» – это один из тех уникальных коллективов, который с этим может справиться. И мы очень рады, что спектакль собрался в одних руках, да, и он обрел свою новую жизнь, конечно, благодаря и президентскому гранту, благодаря и поддержке губернатора Дмитрия Чазарова. В прошлом году театр «Задумка» и Самарская региональная социально-патриотическая общественная организация «Губерния» стали обладателями гранта президентского фонда культурных инициатив. Благодаря этому удалось создать творческую коллаборацию, а юные воспитанники «Задумки» получили возможность пройти серьезную школу. В спектакле задействовано около ста детей разного возраста, в основном подростки. Мурашки по коже, с самого начала спектакля и до конца все на одном дыхании, особенно на финале. Стоишь и прям чувствуешь всю эту мощь, эта музыка, эта хореография, все это нас очень сильно впечатляет. Мы очень рады, что именно нам такая честь доставлена танцевать этот спектакль. И очень этому рады, и стараемся делать его на отлично. В течение года коллектив покажет 12 спектаклей на сцене театра оперы и балета бесплатно для 20 тысяч школьников. Увидеть постановку «Князь Владимир Самарская страница» смогут не только зрители в зале, но и жители всего региона. Запись спектакля будет доступна в социальных сетях администрации Самары. Ну, я хочу сказать, что потрясающе спектакль состоялся. И вот на что бы хотел я обратить внимание. Задумки работают взрослые актеры, насколько я знаю, но все-таки это ведь муниципальный детский театр. И в общественном сознании он ассоциируется, в первую очередь, как детский театр, как место, где можно учиться и нужно учиться на самом деле. А в данном случае реализован очень серьезный такой федеральный взрослый проект. Масштабный, на самом деле, проект. Вот расскажите об образовательной составляющей вот этого спектакля, о работе над спектаклем. Еще раз повторяю по поводу того, что нам было интересно не просто показать этот спектакль самарскому зрителю, а еще интересно было такую образовательную составляющую, серьезную сделать. То есть у нас, мы изучали в интернете и различные научные были такие публикации по поводу того, что сейчас, по большому счету, наша молодежь и подростки очень плохо знакомы с историей нашей страны. И по большому счету, вот имя князя Владимира для многих наших подростков, оно практически ни о чем не говорит. Поэтому мы поставили перед собой такую цель сделать буклет, который мы раздаем каждому, бесплатно каждому зрителю в нашем зале. Вот такой у нас прекрасный буклет получился. В этом буклете... В чем особенность буклета? Да, в этом буклете несколько особенностей. Во-первых, мы здесь рассказываем... Можно его развернуть и показать как раз. Во-первых, мы рассказываем про сам спектакль. Кто его создатель, также действующие лица исполнителя здесь есть. Но также большая часть этого буклета посвящена именно князю Владимиру. История князя Владимира. То есть, с чего вообще все начиналось. То есть, буквально на четырех страницах про его жизнь рассказано таким понятным подростком языком. Также здесь есть такая особенность, как есть QR-коды, наводя на которых мы попадаем на сцену спектакля. То есть, можно будет... Который говорится, да. Да, здесь описывается какая-то история о князе Владимире. И наведя на этот QR-код, мы попадаем на сцену. И, соответственно, со смартфоном можно посмотреть... Да, да, да. Можно посмотреть еще... Вспомнить, да, что-то еще как-то... Вспомнить, как это... То есть, вот оно, событие, и вот как оно обыграно на сцене. Да, да. Поэтому мы считаем, что этот буклет получился очень такой, во-первых, познавательный. Несет большую образовательную такую роль. И он, я еще раз повторяю, он бесплатно раздается каждому зрителю, который приходит в наш зрительный зал. А вы знаете, я немного волновалась, как самарские дети все-таки... Это дети. Основная целевая аудитория – это дети. С пятого по одиннадцатый класс. Наши дети сейчас – это как бы, ну, клиповое мышление, знаете, что-то такое вот веселое, яркое. И мы свои спектакли детские всегда стараемся сделать такими живыми, яркими, очень такими... Динамичными. Да, чтобы постоянно вот и внимание ребенка не переключался – это одно. Здесь спектакль другой. Он все равно взрослый, он философский, он такой, знаете, атмосферный очень. И финал такой как бы вот к свету туда, не вот тебе... Ха, и все закончилось. Вот. И очень приятно, очень, как говорится, вот приятно, что получилось то, что мы хотели добиться. И оба спектакля, зал в конце встал. Знаете, аплодировал стоя. Для нас это очень важно. То есть поняли, приняли, и мы разговаривали с публикой, которая была в зале. Они говорят, дети очень внимательно слушали и смотрели. Там монологи, где рассказывается там не только хореография, там же актерская игра и монологи. И они, говорят, сидели и слушали. Слушали, внимательно вот вникали, проникались в эту атмосферу, не отрывались. У меня, говорит, даже пятилетний мальчик сегодня рассказали. Сидел, говорит, от начала до конца, все, не отрываясь, смотрел на сцену, слушал. Для меня это было, в общем-то, так достаточно неожиданно. И даже такие очень подвижные, очень шаловливые дети сидели, слушали, не отрываясь, смотрели, вникали. Это, я думаю, что очень ценно. Но это показатель. Тем более спектакль-то продолжительный, поэтому это же... Сейчас, да, сейчас действие. Это очень ценно. Мы для этого, в общем-то, его восстанавливали. Ну, еще надо сказать, что ценно то, что вся музыка, которая в этом спектакле идет, это классическая музыка. Это музыка Рахманинова, Чайковского. Мусоргского. Мусоргского. То есть это та музыка, которую, ну, на самом деле, к сожалению, не так часто наши дети слышат, знают. Они фамилии-то эти не всегда знают. Вот в таком случае вопрос. Где увидят постановку Самарского театра? Давайте об этом поговорим. Вот как раз... Потому что вы сделали замечательный продукт. Уж извините за это слово. Нет, ну, да, мы перенесли этот прекрасный продукт на сцену нашей Самарской земли. Итак, кто увидит, где увидит, когда увидит, как увидит? Ну, Светлана Викторовна уже собирает заявки вовсю. Да. У нас все спектакли будут проходить на сцене театра оперы и балета. У нас предполагается как бы две сессии, скажем, назовем это так. Одна сессия весенняя, где мы шесть спектаклей показываем в марте. Вот первый спектакль был. И еще два будет дня, которые нам дает театр оперы и балета в апреле. У нас идет два спектакля в день. В 12 и в 14-30. И... Вторая сессия осенью. И вторая сессия будет осенью, да. Шесть спектаклей мы будем показывать также на сцене театра оперы и балета осенью. Это, скорее всего, будет октябрь-ноябрь. Вот. Пока еще даты нам не утвердили. Но это будет также два спектакля в день. В течение, там, говорю, октябрь-ноябрь. Для того, чтобы попасть к нам на спектакль, нужно сделать заявку от школы, от образовательной организации, от общественной организации, неважно. Вот. В принципе, у нас проект рассчитан на подростков от 11 до 18 лет. Ну, это, так сказать, главная наша такая аудитория. Но также мы приглашаем и детей из социально незащищенных категории населения, мы приглашаем детей с ограниченными возможностями здоровья. У нас есть заявки и такие тоже. То есть вообще у нас по проекту мы должны в течение... А, и еще хочу сказать. И еще у нас предполагается онлайн-показы. А, вот так даже. Да, да, да. То есть у нас мы в содружестве, так сказать, с Министерством образования и науки Самарской области выходим на школы Самарской области. Ну, то есть это не Самара. Это Тольятти, это Новокуйбышевск, это и Сергийский район, и Волжский район. Вся Самарская область. Вся Самарская область, да. Они также дают заявки на просмотры. И мы после просмотра, после того, как мы смонтируем уже спектакли, мы даем этим школам ссылки для того, чтобы они могли по этой ссылке пойти и посмотреть спектакль. То есть каждый ребенок, каждый школьник, находясь в своем классе, имея мультимедийное оборудование, может прекрасно посмотреть этот спектакль, не выходя из своего класса. Важный вопрос. Родители с детьми могут прийти? То есть можно каким-то образом купить билеты или получить билеты? Нет, купить нельзя. Купить нельзя. А тогда вот семья может прийти? Или это все-таки должно быть организовано в классе? Пока организована группа. То есть родители должны дать предложение классному руководителю, и, соответственно, это все будет организовано безвозмездно, то есть даром можно приехать, посмотреть, получить удовольствие. Детские дома какие-то, вот эти организации. Тем более, какая разница. Да, конечно. И детский дом, и детский дом у нас тоже будут зрители. Колледжи, техникумы, институты, пожалуйста. Средне специальное учебное заведение. Институт культуры, училище культуры у нас тоже уже есть. Для института культуры это вообще обязательно. Надо сказать, что уже на шесть этих показов, которые у нас в весеннюю сессию проходят, уже билетов, к сожалению, не осталось. Вот сейчас мы говорим про то, что у нас вот осенняя сессия, и в ближайшее время мы будем знать, когда она состоится по датам. И тогда уже можно будет сейчас уже заявки принимать на осеннюю сессию. Уже идут заявки на осеннюю сессию. Ну, то есть как раз дети отдохнут летом, и осенью можно пойти в школу и посмотреть этот спектакль. У меня почему-то такое складывается подозрение, что мы не сможем всех желающих этими 12 спектаклями обеспечить пригласительным билетом. Потому что вот на удивление желающих очень много. Мы еще даже и не показывали, а у нас уже нет билетов. Я думаю, тут взрослые. Поэтому хотелось бы, да, как-то вот подумать, как продлить этот проект. Вот, и хотелось бы подумать, как муниципальный театр «Задумка» мог продлить, так сказать, этот проект, потому что, ну, уж слишком это все хорошо получилось. Надо это показывать народу, на самом деле. Ну, какой-нибудь еще, значит, будем выигрывать грамот. Ну, я думаю, что да. Впросление проекта. Потому что, понимаете, здесь же и вот президентский фонд культурных инициатив, они с удовольствием откликаются на те проекты, которые, на самом деле, интересны зрителям. На настоящее, скажем так. Да, да, на настоящее. И на, мало того, не на развлекательные, а вот именно на познавательные такие проекты. В принципе, деньги выделяются. И поэтому я думаю, что... Основная масса уже... Финансов, как говорится, мы все уже сделали. Только вот на приезд артиста. Теперь мы на показы. Да, да, да. Мы бы могли и в Тольятти вывезти. Там есть большие сцены. В Сызрань могли вывезти. Вот даже по области могли бы вывезти. Хотя Ельза Марисовна сказала, что у них есть большие планы на этот спектакль. Они были очень рады, постановочная группа, что мы его восстановили, так сказать, возродили. И они очень хотят увидеть его в Москве, в Санкт-Петербурге и поводить по России. Так что я думаю, что они со своей стороны фонд «Ильза Лиепа» тоже что-то такое сделает. Поддержит. Да, найдет какие-то финансы на то, чтобы возить этот спектакль. Они во всяком случае об этом мечтают. Ну, раз мечтают, я думаю, у них возможность садоизводить. Ну, да, надеюсь. И, соответственно, Самарский театр «Задумка» еще раз блеснет в Москве и в других городах. Ну, мы будем стараться. Вот, кстати, если говорить о «Задумке», 49 лет этому замечательному театру, вот это первый взрослый такой федеральный проект такого масштаба. Так, для нас это новая ступенька. Новая ступенька в развитии, новый такой серьезный шаг к вершинам мастерства, потому что совместно с профессионалами такого уровня мы еще не работали. И для нас, для детей, это большая, очень большая для детей, для хореографов, для режиссеров, которые с нами работают. Это очень большая школа. Это очень важно, очень полезно, очень ответственно. И я думаю, что, ну, хорошо, что в преддверии юбилея мы вот освоили такой проект. Это было непросто, но мы с ним справились. И дети как-то... Мне сегодня, знаете, даже педагоги сказали, вот, Елена Геннадьевна, мы пришли сегодня в класс, посмотри, а дети какие-то даже другие. Конечно, другие. Они с другим настроением, с другим ощущением каким-то, вот, пришли вот уже на занятия. Дети другие. Они взрослеют на глазах. Они уже изменились даже после первого показа. А что будет после? Нет, но это, он же нарабатывается в спектакле. Понимаете, это все идет в процессе, это каждый спектакль, это определенная, вот такая маленькая лесенка, а потом даже то, что дети, простые, вот самарские, как говорится, дети, будут вот 12 спектаклей на сцене нашего театра оперы и балета. Прекрасно. Для них это, я считаю, это за счастье. Это на всю жизнь память. Это очень ответственно и очень почетно. Уважаемые гости, времени немного осталось, а вопрос важный. Вот по поводу юбилея. В 73-м году задумка появилась, соответственно, скоро юбилей. Как будете отмечать? Новым спектаклем. Ага, замечательно. Уже есть понимание, что это будет? Ну, это маленький секрет. Замечательно, замечательно. Ну, что ж, давайте вот тогда на этом месте поставим многоточие, точку не будем ставить. Большое спасибо, что нашли время, что пришли в нашу студию. Я искренне желаю вам успехов в вашем очень важном, очень полезном деле, потому что вы работаете с детьми, а дети – наше будущее. Поэтому, чтобы все у вас было хорошо, чтобы все у вас получалось, и чтобы вы могли реализовать все ваши самые смелые, самые фантастические идеи. Спасибо большое. Спасибо. Напоминаю, в нашей студии были директоры муниципального детского музыкального театра «Задумка» Светлана Явич и художественный руководитель детского музыкального театра «Задумка», заслуженный работник культуры России Елена Колотовкина. Удачи! Приходите на спектакль «Задумки». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова «Задумки». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова